всем привет сегодня очень классный день настроение супер так что я делаю сегодня очень полезную вещь погнали без разговоров для начала воспользуюсь фанерой но не простой а фанерой из лиственницы довольно таки не дешевая штуковина на этой фанере размечаю нужный отрезок на пиле отрезаю нужную величину очень мелкой наждачкой убираю все неровности дальше я нашел остаток от мебельного клееного щита толщиной полтора сантиметра на той же пиле распилил на нужные куски на готовых штакетниках сделал разметки и под углом 45 градусов напиливаю размеченные отрезки так как мастерская стала маловато на следующем этапе я устремился в сарай для обработки брусков на рейсмусе за одну минуту придал кочерыжкам нужную толщину и ровность все прибрав по местам устремился обратно в мастерскую кстати нам продлили карантин и если ты работаешь дома то само собой тоже нужно отдыхать для этого я пользуюсь либо своим ноутбуком либо своим компьютером мы с ребятами с работы и с некоторыми подписчиками теперь встречаемся в игре мир кораблей общаемся играем присоединяйся и ты к нам в игре реалистичная картинка геймплей увлекательный битва длится всего 14 минут и я за это время проваливаюсь в военно-морскую атмосферу 20 века в мире кораблей можно играть точными копиями кораблей крейсерами линкорами и многими другими корабль найдется всем по моей ссылке в описании получаете подарки из премиум магазина на тысячу рублей встретимся в бою немного попилив наконец-то все готово начинаю сборку столь нужного проекта с помощью клея пва для начала склеиваю рамку 60 на 40 усиливаю соединение гвоздями по краям вровень с нижней плоскостью приклеиваю две рейки а по центру заранее размеченном месте фиксирую рейку в два раза шире в два раза шире Обязательная процедура. Прохожусь все по кругу фрезой, закругляя углы. Никакой инструмент не справится лучше, чем два моих инструмента. Это руки. Зачищаю изделие вручную. Примеряю фанеру и наношу разметки пила. Ленточной пилой распиливаю по линии. Большую часть приворачиваю на мелкие петельки. А маленькую часть приклеиваю намертво клеем ПВА. Приступаю к подвижной части сегодняшнего сюжета. Взял для этого фанеру толщиной 5 миллиметров. На этой фанере размечаю все мелкие части. С помощью ленточной пилы распиливаю все. зачищаю. 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 Примеряю на самоделке все, что выпилил. с механизмом. Зачищаю. 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 в овальный край. Все напилено и отфрезерованно. Начинаю сборку. С помощью клея и гвоздей собираю два одинаковых элемента. После сборки получилось так. Ну что ж, остается только скрутить все вместе. Это самый ответственный и важный момент. Нельзя ошибиться ни на один миллиметр. Вот. Затем клея. Возьмите. Удрите. Возьмите. Возьмите. вроде все собрал готовое изделие покрываю воском и даю как следует впитаться ну вот друзья все понятно без слов получился универсальный стол для работы на ноутбуке и перекуса прям в постели если был полезен жду комментов и подписки всем пока пока до скорой самоделки